ижевск находки дождь да погода везде разная россия большая у нас сегодня темам волгоград плюс 30 замечательно люблю когда тепло долго мы ждали этого тема у нас сегодня будет продать школьников поэтому если у вас будут вопросы пишите обязательно я постараюсь на все ваши вопросы ответить готовьте их заранее если сразу не отвечу то в конце вебинара обязательно отвечу на все вопросы этого все что накопилось может быть что-то непонятно в чем-то сомневаетесь о чем-то бы хотели больше знаете обо всем пишите будем разбираться потому что цель нашей встречи практическая конечно мне очень важно чтобы вы ушли с вебинара с ответами на свои вопросы чтобы могли что-то для себя взять полезное и еще четыре минуты подождем и начнем вовремя мне кажется это очень важно начинать вовремя иногда бывает конечно технические сбои все бывают разные трудности но если люди пришли вовремя то начнем тоже вовремя добрый день елена 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 Спасибо. Какого возраста у вас дети? Сколько лет вашим детям? Может быть, я буду давать более четкие рекомендации, мне будет легче, зная, какой возраст, потому что будем говорить о малышах, будем говорить о старшем дошкольном возрасте. Два года. Поговорим об этом замечательном возрасте, мне кажется, невероятно интересный возрастной период. Два года, десять месяцев. Четыре с половиной двойни. Повторяю друг за другом все самое плохое. Сложно сдвинуть с места любые процессы. От полутора до семи. Я учитель логопед, в коррекционном центре работаю с ними. Очень приятно. Люблю логопедов, всегда работаем в паре. Мне вообще кажется, все, что касается речи, это только должна быть командная работа. Нейропсихолог и логопед. Это очень важно. Я очень много работаю в команде с логопедами. И хочу сказать, что благодаря своим коллегам я начала понимать очень многие вещи в логопедии. Ну и, соответственно, со своей стороны я старалась так же дать максимум информации. Да, потому что и запуск речи, и коррекция каких-то речевых трудностей, это только совместная работа. Всегда. Результат совершенно другой, нежели отдельно работать нейропсихолог и логопед. Конечно, есть разные ситуации, но, тем не менее, это команда. Ну что, начинаем. 12 часов. Еще раз приветствую всех. Приветствую всех, кто еще присоединился. Меня зовут Ёрченко Галина Александровна. Я нейропсихолог, клинический психолог, педагог-психолог. Специализируюсь на профилактике трудностей в обучении и на коррекции этих трудностей. Еще можно сказать дислексия, дисграфия. Это моя специфика. Мне это нравится, мне кажется, это интересно, и это очень важно сейчас. Очень многих детей есть трудности, им нужна помощь, им нужна поддержка, и поэтому вот эта работа, она просто необходима. Сегодня наша тема нейропсихологический подход к коррекции речи. Конечно, вот есть коллега здесь, логопед, очень много работают над речью логопеды, но есть очень много нюансов, с которыми работают и нейропсихологи. Предлагаю вот об этом сегодня поговорить. Мне кажется, русский язык очень много и важного подчеркивает вообще в развитии человека, в развитии ребенка. О речи тоже очень много есть разных пословиц и поговорок, которые обозначают важность. И они обозначают не только важность того, как человек формулирует свои мысли, как он выражает свои мысли. Таких пословиц и поговорок очень много. Но также и о том, что за этими словами что-то должно стоять. Не мог быть просто слова, а за ними пустота. И мы можем встретить очень много разных пословиц и поговорок, которые отражают важность этого процесса, сложность этого процесса. Не всегда, когда человек говорит, за этим что-то стоит. Иногда это просто набор слов. Я думаю, каждый был в такой ситуации, когда кого-то слушал, вроде бы говорилось много, а из этого можно вынести одно или два предложения, и жалко просто потраченного времени. Или просто создается ощущение, что «а что вообще было сказано?» Поэтому очень важно то, что мы говорим, как мы говорим, какой мы смысл вкладываем. Речь – это очень сложный процесс. Я не знаю, фотография не закрывает? У меня здесь фотография, вернее, мое видео, оно закрывает часть экрана. Я надеюсь, что у вас оно не закрывает, и вы видите полностью текст. Я не всегда читаю текст, который написан. Мне кажется, пока тот, кто ведет вебинар, говорит, можно успеть это прочитать. Лучше я буду вам что-то еще рассказывать. Речь – это очень сложный процесс. Для того, чтобы человек говорил, необходимо очень много условий. И первое условие, которое для этого необходимо – наличие людей вокруг. И не просто людей вокруг, а людей, которые будут разговаривать с ребенком. Все мы прекрасно помним Маугли, и, к сожалению, сейчас тоже есть очень много таких детей, которые, несмотря на то, что находятся в больших городах вокруг них, очень много людей, но они находятся в похожей ситуации. Например, родители взяли ипотеку, да, стандартная такая ситуация. Они с утра до вечера на работе, они нанимают няню. Няня не говорит на русском языке. Этот ребенок потом приходит в детский центр, там, в 3-4 года, запрос у родителей запустить речь. Ребенок не начал разговаривать. Родители приходили поздно домой, были очень уставшие. Естественно, уже сил просто говорить физически не было. А няня, например, говорила на английском языке. Ребенок слушал английский немножко, слушал немножко русский. Еще были какие-то особенности в развитии центральной нервной системы. Какая-то задержка может быть, может быть минимальные мозговые дисфункции. Это все наложилось, и как результат задержка речевого развития. Очень важно, если нет возможности самим заниматься с ребенком, следить за тем, кто находится рядом с вашим ребенком. Если это няня, у нее должна быть грамотная, правильная речь, чтобы ребенок, слушая ее, мог развиваться. И здесь не просто необходимо знать русский язык, но в данном случае у нас родной русский язык, но и надо, чтобы человек грамотно выражался. Это очень важно, потому что ребенок впитывает с самого детства все грамматические конструкции, он слушает язык, это очень важно. Если нет, вы чувствуете, что нет возможности самим заниматься, обратитесь к специалистам. Вот я иногда смотрела, как работают логопеды, да, и вот запуск речи, и сказка «Курочка ряба» или вот какие-то такие детские сказки. Кажется, очень просто, родители могут и дома поиграть, но не все могут организовать развивающее занятие, не все могут организовать процесс игры. Некоторым это очень сложно. И вот такие простые-простые вещи, простые самые детские сказки, игры, они помогают и очень стимулируют. Невозможно развить речь, если ребенок не находится в нужной для этой среде. Поэтому чем больше говорите с малышом, чем больше ему рассказывать, и неважно, может быть, он понимает это еще, не понимает, просто говорить, чем больше он слышит, тем лучше. Он набирает большое количество свой словарный, пассивный словарный запас. Естественно, речь очень связана с мышлением. Когда мы мыслим в большей степени, мы опираемся на внутреннюю такую речь, внутренний диалог. И это необходимая составляющая. Чем лучше развита речь, тем лучше человек может мыслить. Поэтому если ребенок, но мы поговорим об этом позже, не заговорил вовремя, есть задержка речевого развития, ребенок молчит, в этом случае обязательно надо пройти диагностику и нейропсихолога и логопеда разобраться, в чем причина. Чем позже начнется работа, развивающая над этим процессом, тем дольше будет достигаться результат. И опять-таки, чем раньше начинает ребенок говорить, тем быстрее начинает развиваться мыслительный процесс. А для нас год в этом вопросе, это огромный просто срок в данном возрасте. Но мы поговорим об этом чуть позже. Я не буду останавливаться долго на теории, но немножечко поговорим. Здесь, конечно, есть очень много классификаций, очень много всего интересного, но это разговор, наверное, на неделю, а не на час. Есть внутренняя, есть внешняя речь. Внутренняя речь, например, когда вы мысленно разговариваете с каким-то человеком, когда вы сами строите план действий, да, вы хотите что-то сделать, вы анализируете. Нас сегодня больше интересует внешняя речь, и об этом поговорим. Она делится на устную и письменную. Акцент сегодня больше сделан на устную, так как это дошкольники. Конечно, кто-то учится писать в дошкольном возрасте, и здесь можно тоже много говорить об этом. Если останется время, мы уделим этому внимание. Но пока в первую очередь мы поговорим о устной речи. Если мы говорим о ребёнке, то, конечно, мы начинаем не от рождения, от того момента, когда ребёнок находится в утробе мамы. И здесь ребёнок не может видеть в той степени, как видит родившийся уже ребёнок. Он не получает таких тактильных ощущений, каких-то прикосновений, нет у него таких движений, какие есть уже у родившегося ребёнка. То есть это совершенно другой уровень восприятия мира. Но тем не менее, ребёнок слышит, когда голос, слышит речь, это стимулирует его. Да, ребёнок может слышать. Поэтому очень полезно включать разные песенки. Можно классическую музыку, можно ритмичные песенки. Это очень полезно. Разговаривать. Ребёнку, конечно, важна интонация, с которой разговаривают. Да, ребёнок, даже который родился, ему можно говорить, «Ах ты мой дурачок, миленький, ах ты козлёночек, что угодно говорить». Не обидится, значения слов ещё нет, а вот интонация и отношения хорошо воспринимаются. И, конечно, до года здесь мы обращаем на что внимание? У ребёнка должен быть и лепет, и гуление. Всё это должно быть. И если родители замечают, что не появляются слоги, у ребёнка нет вокализации, не поёт что-то, то это сигнал, на который надо обратить внимание. Возможно, есть какое-то нарушение. И обратиться к специалистам. Естественно, для нас важна не только речь в этом возрасте. Ребёнок реагирует на «Добрый день, Наталья». Ребёнок реагирует на близких, значимых людей. И здесь вот такой момент речевого общения. Это не только язык наш, при помощи которого мы говорим, но это язык жестов, язык прикосновений. Это всё очень стимулирует. Дети, которые находятся в детском доме, которых бросили в младенчестве, которые этого не получили, они совершенно по-другому развиваются. Я очень хорошо помню историю. Я работала в детском центре на базе детского дома. Это очень хороший был детский дом. Очень хорошие руководители. Он очень отличался от всех, которых я видела до этого. И вот там с любым ребёночком, который попадал, с ним очень много работали. Если изначально даже это был ребёнок, которому годик, он не говорил, он не реагировал на окружающих, он не получил ничего. Но попадая туда, получая огромнейшее количество внимания, от любого сотрудника, неважно, это зашли на кухню с ним, повара с ним поговорили, поулбались, к нам зашли, мы поулбались, поговорили. То есть от каждого, получая внимание, теплоту и вот обтого обращённой речи, этот ребёнок, он начал развиваться. И это было видно, наглядно, невероятно. Но тут случилась такая ситуация. Он заболел, его положили в больницу. Его буквально было, мне было две недели. И когда он вернулся, конечно, мы были все опечалены, потому что был большой откат. С ребёнком не разговаривали, так не общались, он не получал вот то зерно тепла, и была видна большая разница, когда вот нет этого общения. Если мы говорим о детях от года до трёх, то здесь, конечно, уже должны быть фразы. В два-два с половиной года должна быть фраза, любая короткая. «Мама, дай». То есть существительное и глагол. Это очень важно, да, когда ребёнок может строить такую простую фразу. Если в два с половиной года этой фразы нет, берите ребёнка, обязательно бегите на консультацию. Надо разобраться, в чём причина. Не теряем время. В этом возрасте не то, что год важен для развития ребёнка, но неделя и месяц даже важны. Не все специалисты работают с такими маленькими детьми. Не все нейропсихологи и не все логопеды. Надо искать конкретно специалистов, которые работают в этой области. И логопедия, и нейропсихология это очень обширные такие специализации, и невозможно быть специалистом полностью во всём. У каждого есть своя отрасль, которая работает. Поищите таких специалистов. Логопеды, которые работают именно по запуску речи, не просто по коррекции, например, по звуковке, а именно по запуску речи. Это очень-очень важно. Конечно, ребёнка начинает формироваться уже к трём годам фраза. Хорошая фраза должна быть. Она должна быть правильно простроена относительно возраста. Мы не ждём, чтобы ребёнок размышлял, как 20-летний юноша, например. Но тем не менее наблюдайте, есть ли агроматизма. Правильно ли строить предложение? Поправляйте. Ничего страшного, если ребёнок неправильно строит фразу. Это как раз тот возраст, когда он прислушивается к взрослым, когда он повторяет, когда он запоминает. Даже если сам в таком большом объёме ещё и не говорит. Но это очень важно. И дети в этом возрасте, говоря какие-то слова или фразы, наблюдают. А как взрослый на это реагирует? Ну, сработало, я получил, что хотел. Значит, можно повторять. То есть им это интересно. Вы, наверное, замечали, что детям иногда, когда они начинают говорить какие-то слова, им просто нравится, как звучит это слово. Они ходят и повторяют, повторяют, повторяют. Потому что им просто нравится звучание этого слова. То есть мы это всё поддерживаем, всё это стимулируем. Конечно, большой скачок происходит до 7 лет. Это прям такой благоприятный период для развития речи, который нельзя упустить, где надо именно стимулировать ребёнка. Это уже не просто фраза, это уже более связанная речь. И логические, и грамматические, более правильно построенные предложения. Поэтому на этом этапе мы очень много уделяем этому внимания. Например, вы все знаете такие простые сюжетные игры, как игра в парикмахерскую, в больницу, в магазин. Простые игры, но для того, чтобы сыграть в эту игру, надо правильно построить предложение, надо выразить свою мысль. Вообще сюжетные игры, они в себе несут очень много полезного и развивающего. Поэтому играйте в такие игры. Чем их больше, тем лучше. Меняйтесь ролями. Сегодня вы врач, завтра ребёнок врач. Давайте новые идеи. У нас богаче опыт, чем у детей. Чем больше, тем лучше. Ну, конечно, школьный этап мы сейчас не будем обсуждать. Это немножко другой возраст, немножко не тема нашей сегодняшней беседы. Но, тем не менее, конечно, очень большое значение этот возраст имеет в развитии речи. И, в принципе, основной период. Но больше всего, да, мы уделяем внимание всё-таки в дошкольном возрасте. Вот это тот период, когда мы закладываем основной фундамент. Дальше мы просто уже как бы достраиваем. Поэтому дошкольный возраст для нас очень важен. Если говорить о такой физиологической основе. Добрый день, Юлия. Коллеги, очень приятно. Что для нас важно понимать? Конечно, для того, чтобы человек говорил, должен работать весь мозг. И здесь я могу перечислить практически все отделы мозга. Потому что невозможно работать так, чтобы был только какой-то один участок, который бы отвечал за развитие речи. Это просто невозможно. Можно, конечно, отдельно выделить центр Верники, который отвечает за понимание смысла речи и за моторный, да, двигательный компанию. Но, тем не менее, у нас здесь задействованы и лобные доли. Ребёнок, чтобы сказать что-то, даже любой взрослый, он должен сформулировать свой мозг, простроить её. Это программа. Это очень сложно. И у нас височные отделы, и теменные, и затылочные, и заднелобные отделы, они все также включены. Они все необходимы. Конечно, здесь огромную роль играет и анализаторы. Но сегодня мы будем с вами говорить всё-таки больше о норме. Мы говорим о том, что слуховой анализатор в норме. То есть ребёнок слышит. Мы не будем говорить о тех детках, у которых есть трудности с этим. Мы будем говорить о детках, у которых со зрением также всё в порядке. Потому что при слепоте там, конечно, есть свои особенности развития. Ребёнок не получает достаточно большое количество образов. И он видит мир совершенно по-другому. Не глазами. Он его чувствует, он его слышит. Это совершенно другая тема. Мы об этом не будем сегодня говорить. Мы будем говорить о детках, в принципе, которые развиваются в норме. Это очень важно. Конечно, нам очень важно, как работают подкорковые структуры. Потому что от того, насколько много энергии, насколько всё в норме развивается. Когда мы говорим о развитии мозга, то мы говорим прежде всего о том, что идёт развитие снизу вверх, а снизу – это у нас подкорковые наши структуры, база. Во время беременности эти структуры больше развиваются, чем другие. Потому что они отвечают, в том числе, и за самые необходимые процессы для обеспечения нашей жизнедеятельности. Чихнуть, кашлянуть, глотание, сосание и так далее. То есть ребёнка, который родился, это важнее, чем, например, что-то вспомнить. То есть база такая. И у нас идёт развитие от задних отделов к передним. Опять-таки, лобные доли наши развиваются позже, чем, например, зрительное восприятие. Лобные доли у нас отвечают, например, за построение программы, что хромает, например, у детей синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это важно. И у нас идёт развитие справа-налево. Мы об этом тоже поговорим, потому что, когда мы говорим вообще о запуске речи, что у нас происходит? Ребёнок первоначально набирает большое количество неречевых шумов. Погремушки, может быть, какая-то музыка, какие-то шуршалки. Да, он реагирует больше на интонацию, чем на то, что говорит взрослый человек. Когда набирается, грубо говоря, необходимое количество информации, по межполушарным связям она перетекает в левую височную долю, уже запускается речь. То есть за речь у нас отвечает левый висок. Но первоначально всё-таки нам очень важно, чтобы было очень много разных звуков. И хочу сказать, что при коррекции, даже у младших школьников, когда я вижу, что есть проблемы с фонематическим слухом, то часто начинаем. Естественно, мы проверяем на диагностике и то, как работает правый висок. И мы начинаем с ритмов, и мы начинаем с большого количества неречевых шумов работать для того, чтобы потом запустить фонематический слух. То есть мы должны сначала начать как бы с базы фундамент построить, а потом уже переходить к крыше. Примерно это так выглядит. Но мы об этом ещё поговорим. Я расскажу ещё, какие могут быть упражнения. Итак, что может повлиять на задержку речевого развития? Конечно, очень важно, как протекала беременность, как протекала родовая деятельность. Это всё сказывается, особенно гипоксия очень сильно сказывается. И в принципе, какая бы ни была трудность у ребёнка, вы не удивитесь, если специалист скажет вам, а у ребёнка же была гипоксия, вот последствия. До конца никто из нас не знает, на какой именно отдел и в какой степени может повлиять вот этот недостаток кислорода. Но то, что он влияет, это однозначно. И ещё очень важно состояние здоровья ребёнка. Если ребёнок часто болеет, было много операций, наркозов, конечно, может быть задержка не только речевого развития, но и в общем, потому что все силы были затрачены на то, чтобы ребёнок непосредственно выздоравливал, а не развивался. Опять-таки, если есть трудности со слуховым восприятием, с зрением, то это совершенно другое восприятие мира. Мы уже поговорили с вами о дефиците общения. Если ребёнку не с кем общаться, с ним мало общаются, то, соответственно, может быть задержка речевого развития. Вы знаете, есть ситуации, и в принципе, мы не можем всем управлять и создавать всегда только такие условия, которые бы нам хотелось, они всё нам подвластны. Бывает ситуация, когда у детей сразу в семье несколько языков. Для некоторых детей это очень комфортная среда. Они очень легко усваивают несколько языков, и два, и три, это не вызывает затруднений, все рады, ребёнок знает несколько языков. Но если у ребёнка минимальные мозговые дисфункции, энцефалопатии были, есть какие-то трудности, центральная нервная система, вот здесь может быть сбой. Несколько языков для ребёнка будут, наоборот, не развивающей средой, а наоборот, то есть средой, которая затормозит развитие ребёнка. И он вообще будет молчать. Хотя этому ребёнку, например, в семье уделяли очень много внимания, с ним очень много говорили, с самого рождения. Но, тем не менее, она может и так сказаться. То есть, здесь такая двойственная ситуация, здесь надо быть аккуратными. Очень важна мотивация. Мы такие родители заботливые, иногда можем быть слишком такими гиперактивными, гиперактивными, а слово гиперопёка может быть излишнее, да, слишком готовы всё дать, так рады своему ребёнку. У него нет стимула для того, чтобы разговаривать. Он только глазки поднял, ему всё сдали. Там он сказал, там, молоко, там, хлеб, ещё что-то. Ему тут же дали. У него нет потребности формулировать фразу. И вы можете заметить, у многих семи, восьмилетних детей, которые подходят к маме и говорят, еда или игрушка, книжка. А что игрушка, книжка? Ты должен сказать фразу, мама, дай, пожалуйста, да. Но опять-таки, смотрим, сколько лет ребёнку, всё зависит от возраста, но тем не менее, просим ребёнка формулировать до конца свою мысль. Мы не оставляем это просто так. Даже если он маленький, мы ему говорим, ты хотел сказать, мама, дай, пожалуйста, то есть мы ему даём всё время образец, и чем больше, тем лучше. Стимулируем его, не даём ему очень такую лёгкую среду. Конечно, не сюсюкаемся, очень многие любят, знаете, сами придумывать какие-то названия предметом, там, на машинку, говорит, биги. Если он сам придумал, пусть он так говорит, но вы каждый раз ему говорите, машинка, 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 для того, чтобы у него был стимул идти за вами. Конечно, если мы говорим о возрасте год-два, то здесь ребёнок, слыша речь других детей, взрослых, много воспринимает, но есть очень много развивающих кружков и занятий. Мы не ждём, что если у ребёнка вдруг вы повели на такие занятия, он станет намного лучше говорить. Иногда это может стать для него стимулом, но не всегда, потому что, может быть, сама среда развивающая, да, его подтолкнёт, поможет, но не ждём, что ребёнок там сильно социализируется в этом возрасте, это ещё не тот благоприятный период для того, чтобы ребёнок социализировался, учился общаться. Да, задача просто запустить речь ему. Что для нас важно? Вот смотрите, некоторые детки пьют молочко, опять-таки, не всё зависит от мамы. У кого-то было молоко, у кого-то его не было, да, и кто-то вынужден был кормить ребёнка смесью, например. Конечно, очень полезно детям пить грудное молоко, это такая стимуляция всех мышц, да, это так хорошо для развития артикуляции всех мышц наших, это очень важно. И здесь обратите внимание, у некоторых деток очень долго кормят, даже больше полутора, двух, трёх лет, и у этих детей могут возникнуть трудности в речевом развитии. А с другой стороны, если детки не пили молочко и не хотели сосать соску, для того, чтобы пососать соску, это надо приложить усилия, это надо постараться, а вот эти дети не приняли соску, они выплёвывали, да, у них были слабые мышцы, и тоже это может быть сигналом того, что могут быть трудности. Надо в этом случае пробовать, менять соски, найти ту, которая понравится, потом перейти на более жёсткий вариант, то есть всё-таки помогать, стимулировать. Мы соску не даём с рождения, да, это не обязательно. Соску можно дать и в 4 месяца ребёнку. Я, в принципе, на инструкциях так и видела, написано, соска с 4 месяцев. Вот, то здесь смотрите сами, но это очень важно. Ребёнок должен трудиться для того, чтобы развиваться. Никогда просто лёжа, это только в сказке лежал-лежал на печи, да, и стал богатырём. Мы понимаем, что это образное было выражение, не просто он там лежал. В жизни так не бывает. Для того, чтобы что-то у нас развивалось, мы должны трудиться. Вроде бы, мама есть молоко, но говорят, иногда ленивый ребёнок, да, не хочет сосать. Вот это все сигналы, на которые надо обратить внимание. Это очень важно. И, конечно, мы тоже, когда говорим о развитии артикуляции в дальнейшем, здесь есть возрастные границы. Это, конечно, лучше консультироваться с логопедами, которые подскажут, какой звук, да, в каком возрасте начинать корректировать. Не все звуки мы корректируем в 2-3 года, в 4. Звук может и сам стать, появиться, то есть всему своё время. Но, тем не менее, даже сами дома вы можете взять в интернете или купить какие-то книжечки с картингами и пробовать тренировать артикуляцию, развивать. Это очень важно. Если ребёнок неправильно произносит какие-то звуки, впоследствии он может, например, у него это закрепится, да, будет такая патологическая установка. И когда будет писать в дальнейшем, он тоже может делать ошибки из-за того, что он неправильно произносит. Это очень важный момент, поэтому не оставляйте просто так. Есть ещё один важный момент. Стертая дезортрия. Чаще именно стёртая. Это более лёгкий вариант. Как можно заметить её своего ребёнка? Ребёнок умненький, вроде бы, и говорит так хорошо. И предложения такие замечательные. Ну, прям невероятно приятно слушать. Но вы всё понимаете, окружающих нет. И у них создаётся ощущение, что когда ребёнок говорит, у него как каша во рту. Вот стёртые звуки, непонятно. это очень важно, очень часто это упускается, умиляются иногда родители, потому что не понимают, насколько это важно. Это важная тема. Здесь работать должен и нейропсихолог, потому что это движение, да, когда мы что-то произносим. Это моторика, это движение мышц наших, да, язычок, который надо развивать также. И без логопеда здесь никак не обойтись. И эта работа, скорее всего, длительная, дезертрия так легко не уходит. С ней надо хорошо поработать, и это очень важно. Когда взрослый человек иногда говорит, а его речь невнятная, нечёткая, это очень тяжело воспринимается. Человек может испытывать большой дискомфорт сам, да, что окружающие его не понимают. Опять-таки, это очень может сказаться на процессе учёбы. Я неправильно произношу, я могу неправильно и писать. Ритм и неречевой слух, который у меня сейчас уже говорила, очень для нас важны, потому что вот мы пишем, да, вот представьте, вы пишете, это ли такие ритмичные движения, монотонные, но ритм есть, мы читаем, это тоже ритм. Всё, что мы не делаем, да, у нас всегда есть ритм, и это очень важно. А для того, чтобы хорошо развивалась речь, фонематический слух, да, он для нас тоже важен, и мы поговорим чуть позже об этом. Вначале мы работаем обязательно с ритмами. Что вы можете делать дома? Я, например, люблю работать с музыкальными инструментами. Конечно, можно хлопать в ладоши, топать, но мне кажется, что вот когда есть музыкальные инструменты, они яркие, детям это интересно, очень интересно. Я люблю работать с деревянными ложками. Я простукиваю ритм, ребенок должен повторить, ребенок простукив, я повторяю. Но здесь, конечно, есть ограничения. Опять-таки, и по возрасту смотрим, и по тому, как ребенок вообще берет эти упражнения. Почему? Потому что я могу, например, простучать дважды, взять маленькую паузу, и еще один раз. Ребенок может повторить. И только тогда я начинаю это усложнять. Например, делаю две паузы. Например, ударила пауза, два раза ударила пауза, еще один раз ударила. Ребенок повторяет. Хочу сказать, что у младших школьников тоже с этим есть большие трудности. И это на занятиях очень хорошо видно, и очень много уделяем этому внимания. Совершенно нет вот этого ритма. Оно очень хорошо видно при чтении и при письме. Но детям нравится работать с музыкальными инструментами, в конце мы можем еще устроить такой, у нас такой небольшой оркестр, получается, правда, всего из двух музыкантов, но тем не менее. Мы берем по очереди инструменты, можем придумать один ритм, как это знакомая детская песенка. И мы берем разные инструменты, играем вместе. Это очень интересно, это очень весело. Если нет инструментов, можно взять кастрюлю ложками по кастрюле, можно в ладоши хлопать, можно правой ногой два раза топнуть, левая один раз. Замечательно! Это будет очень интересно. Да, ритм это правое полушарие. А вот, Светлана, я вам чуть позже отвечу. Это очень важно. Как мы работаем с неречевым слухом? Самое простое, что можно делать, мы гуляем по улице и соревнуемся, кто больше услышит разных звуков. Да, можно услышать, машина там проехала, звук машины, птичка запела, ветер подул, листочки зашуршали, там зашелестели, сердце бьется, слышно. Я, когда говорю, слышу свой голос, и это очень важно. Сеченов обращал на это внимание, что очень важно для развития речи то, как мы сами слышим свой голос. Ведь, если положить даже руку, вот так, небольшая вибрация будет, на горлышко положить тоже есть небольшая вибрация, это очень интересно, это очень важно. Есть методики, которые направлены на то, чтобы ребенок лучше слышал свой голос, запускает лучшую речь. Можем играть, например, как, у меня есть барабан, деревянные ложки, например, гармошка. И мы поиграли, ребенок отворачивается, я издаю звуки, ребенок поворачивается, должен сказать, какой именно музыкальный инструмент издавал эти звуки. Я вообще люблю с одними и теми же предметами, играми, давать очень много разных заданий. Я уже рассказывала про музыкальные инструменты, но в рамках развития памяти. Сейчас нам это важно именно как развитие неречевого слуха. Можно избрать яйца от кинтер-сюрпризы и насыпать там, вы знаете эти игры, два яйца насыпать горох, два соль там, еще что-то. Ребенок должен найти схожее по звуку. Не обязательно покупать какие-то дорогие игры. Есть, конечно, сейчас игры, я не скажу название, я как-то у коллег больше брала что-то. Мы часто берем, что-то копируем, распечатываем, делимся, поэтому я не покупала специально такие игры. Но есть игры, где картинки и специально запись, аудиозапись, мы включаем ее, ребенок слушает звук и он должен на картинке показать, какой музыкальный инструмент издал этот звук. А может быть, это был плач ребенка, это может быть ветер шелестел, а может быть, это вода из крана текла. То есть вот такие вещи, распознавание. Можно в интернете скачать разные звуки и тоже слушать. Вот это шум океана. А это водопад. Как тебе кажется, отличается или нет? То есть вот на эти все вещи мы обязательно обращаем внимание. Вы знаете, вот по поводу кесарево сечения, опять-таки, вообще, вот сколько я не читаю, разной информации, не изучаю, очень много трудностей есть. И что не читаем всегда. Причинами может быть кесарево сечение, трудности природовой деятельности, гипоксии, они везде перечислены. Мы можем только предполагать, но до конца никто не знает, на что именно и как это может повлиять. если воды, например, отошли, прошло уже более пяти часов, да, то тоже начинается гипоксия у ребенка. Долгое ожидание вскрывания матки, видите, вот этот нюанс, они могут оказывать, да, если прям была гипоксия, оно может сказаться. Прежде всего, гипоксия сказывается на подкорковых структурах. Это наш энергетический блок, да, и он отвечает, такая наша база, это фундамент просто, фундамент у дома. Чем он крепче, тем лучше все остальное развивается. Это очень важно. Ну вот я предполагаю, что может быть такая ситуация. Потом, когда мы говорим о наркозе, то, конечно, наркоз тоже влияет очень сильно. Оно все влияет. Наркоз всегда влияет на белое вещество. Белое вещество для нас очень важно, потому что будут у нас все отделы хорошо развиты, но должна быть у нас транспортная доступность из одного отдела в другой. Информация должна хорошо перетекать. Мы можем это развивать. У клоунов и жонглеров белое вещество всегда больше, чем у других людей. Они очень много жонглируют. Это очень полезно. Берите на вооружение, развивайте своих детей. Это несложно. Можно начинать с шелковых платочков, можно с мячиках. Не обязательно сказать что-то очень сложное. То есть есть очень много таких простых вещей, конечно, которые, может быть, это и не программа такая серьезная, но тем не менее, вы все равно что-то делаете для ребенка, вы развиваете. Это очень полезно. Про неречевой слух. Если есть вопросы, напишите, но, в принципе, мы все изучаем и анализируем. Он хорошо развивается у детей. Если мы ставим все цели на занятиях, научим, вот этот компонент, он дает очень быстро хороший результат. Если, например, программирование, контроль своей деятельности, можем работать и работать, да, несколько лет, то с неречевым слухом, в принципе, здесь несложно. Давайте сразу перейдем к фонематическому слуху. Почему? У некоторых детей не запускается речь, и здесь очень важна правильная диагностика. Это может быть трудности связаны с артикуляцией, да, то есть двигательная сфера. И здесь работает логопед, конечно, и работает нейропсихолог. И я чуть позже расскажу, что делает нейропсихолог. Но иногда бывает такая ситуация. Слух сам сохранен, но ребенок воспринимает, вот если бы сейчас кто-то у нас тут заговорил на китайском, не знаю, на любом другом языке, в японском, в котором мы не знаем. Для нас все слова были бы связаны между собой. Даже кто английский не знает, непонятно, где одно слово, когда кто-то говорит на английском, где оно вообще началось, и где закончилось это слово. Вот этого разделения нет, такая каша. И вот при сенсомоторной аллалии вот такая может быть ситуация, когда ребенок вроде бы слышит, но он не разделяет, что это за слова, у него как каша. Это очень сложная вещь в коррекции, но тем не менее надо обязательно заниматься. Не все работают в этой области. Надо искать логопеда, который специализируется именно на сенсомоторной аллалии. Это очень важно. Вот, потому что здесь, если упустить, то непонятно. А если ребенок не понимает, что ему говорят, да вот какая-то путаница такая, он не разделяет, как ему научиться говорить, если он не слышит. И здесь какие часто ошибки бывают. Детям устанавливают аппараты, которые усиливают громкость, да, чтобы они лучше слышали, а у них вот эта каша становится просто очень громкой. Дети, конечно, испытывают еще больше дискомфорт. Поэтому грамотная диагностика должна быть прежде всего. Дальше, фонематический слух. Представим, что неречевой слух развить, все хорошо, с ритмами все в порядке, но ребенок, нет у него серьезных трудностей, да, как бы он различает слова, но не совсем правильно слышит то, что произносит. Это так мило, когда дети маленькие говорят, и вот такие-таки слова смешные получаются, родители их записывают, умиляются, но с этим надо работать, чтобы ребенок хорошо научился слышать. Чем лучше слышит ребенок, и более правильно слышит, тем легче ему самому как бы правильнее говорить, да, и эти ошибки, если в дошкольном возрасте не решить этот вопрос, то, конечно, в школе это очень мешает, потому что на этом фоне может возникнуть, как бы это, это уже группа риска, да, может возникнуть фонематическая дислексия и дисграфия, да, и читать, и писать будут вот с такими неправильными фонематическими ошибками. И, конечно, можно даже самим играть. Одно дело, когда это составляется программа, когда логопед серьезно хорошую программу составляет, это один уровень. Если такой возможности нет, потому что часто люди говорят, что живут в городах небольших, и у них нет логопедов, или в деревне живут, тогда самим начинать делать. Хотя бы самые простые игры, да, например, ребенку уже там 4, 5, 6 лет, ЗС, например, ребенок путает, да, неправильно произносит. Если в этой букве есть буква С, ты хлопаешь один раз в ладоши, если буква Z, это там 2 раза. То есть вот такие простые игры, их очень много в интернете. Конечно, это всегда отличается, когда специалист составляет программу, от того, когда просто дома родители делают, но тем не менее лучше делать и начинать хотя бы вот с таких простых вещей, чем совершенно ничего не делать и оставить это на самотек. у некоторых детей сам панематический слух корректируется, но далеко не всегда. Это скорее более редкие ситуации, да. Эти ошибки сохраняются, и даже ребенок вроде бы уже начал правильно говорить, а в тетрадке эти ошибки будут, хорошо будет видно. Этому надо уделять внимание. Еще, конечно, мы говорим о межполушарных связях. Когда мы говорили о том, что, когда запускается речь, да, но это, конечно, я так очень грубо сказала, перетекает из правого в левого полушария, но тем не менее, да, мне важно вот образ, чтобы вы поняли, что происходит. Можно много говорить разных терминов, но они, мне важно, чтобы у вас было понимание. Очень важно, как и важно, как перетекает информация из одного отдела в другой, из правого полушария в левое полушария. Опять-таки здесь, что можно с вами дома поделать? Самое простое задание в интернете очень много, когда одной рукой человек делает, например, показывает, например, правая рука, указательный палец на левый бизинец, потом меняем местами, чередуем. Вот какие-то такие простые упражнения, но как только вы автоматизировали какое-то упражнение, оно нам уже неинтересно. И очень часто специалисты выучивают эти упражнения, потом показывают, какие они молодцы, но молчат, что они дома тоже тренировались и репетировали. Поэтому, если у вас что-то не получается вот из этих видео, не пугайтесь, это просто потренироваться надо. Можно двумя руками рисовать даже на асфальте, там два круга, в одну сторону, в другую сторону эти круги рисуете, треугольники, потом одна рука рисует круг, другая рука рисует треугольник в это же время, то есть, да, но это детки постарше. Для малышей, что хорошо, для нас вообще очень важно, что дети ползали. Это очень полезно для развития межполушарных связей. Здесь как идет. Если вы попробуете сами поползать, то вот когда делать движение правая рука, да, на четвереньках, то движется левая нога, то есть перекрест идет, вот такие рецепрокные движения. Так, сейчас у меня компьютер выключится. То есть, вот для нас это важно, чтобы правая, левая нога, обратите внимание, некоторые детки очень хорошо бегают, вот беговелы есть такие, это очень хорошо, полезно и двигательно сфера развивается. Велосипед совсем другой уровень, очень полезно на велосипеде кататься. Конечно, хорошо еще плавание помогает. Хочу сказать, правда, что у меня несколько деток было, которые серьезно занимались плаванием, практически профессионально, при этом работали с межполушарными связями, много работали. То есть, мы просто стараемся создавать как можно больше вот такой среды развивающей, где можно это развивать. Так, вязание крючком. Вязание крючком, да, мне кажется, даже еще спицы больше. И крючок хорошо, но все-таки спицы здесь больше дадут результат. Две руки должны работать так синхронно, хорошо. Музыкальные инструменты. Да, тут вообще интересная тема, когда родители хотят, чтобы, например, у детей развивались в межполушарной связи, некоторые дают на занятия музыкальные, с межполушарной связи. Стимулирует, развивает. С другой стороны, некоторые родители жалуются, что вот дети занимаются музыкой, а результата нет, потому что как раз потом и выясняется, да, слабые межполушарной связи. Немножечко толчок даешь, и детям легче играть на фортепиано. Ну, конечно, абсолютно все инструменты развивают, особенно когда у нас две руки вместе заняты. Это важно, это хорошо, это полезно. Про сети детей прыгать на одной ноге, на другой очередовать. Вот я сколько школьников прошу, все ненавидят. Я говорю, прыгай на правой ноге два раза, на левой один. На правой снова два раза, на левой один. То есть вот так непрерывно. Редко кто делает. Все говорят, да что это за издевательство над нами, ну, школьники уже. Потому что у них это не получается. Здесь и переключиться надо, и программу держать, еще и межполушарные связи. Мы всегда ищем что-то такое сложное, интересное, новое. Нам всегда хочется что-то еще такое узнать, найти. Ну, я говорю, как про специалисты, это однозначно. Всегда мало, всегда голод. Вот. Но если мы обратимся к трудам наших ученых, наших психологов советских, очень много писали о важности развития двигательной сферы. Даже Павлов писал о важности развития проприоцепции. Сейчас я расскажу об этом. Когда ребенок развивается, и все они писали о важности развития моторики, о важности, вот я отметила, кинестетический компонент, прикосновение к телу ребенка, для развития речи. О чем мы здесь говорим? Если говорить о детках, которые чаще всего приходили, я немного работала в этой сфере, как бы у меня не такой большой опыт, все-таки моя специализация вот больше старший, дошкольный возраст, младший школьный возраст, но тем не менее работала, и у меня коллеги очень много работают с этой темой. Я хочу сказать, что какие трудности есть у этих деток? Прежде всего, нарушение сенсорной интеграции. Это вестибулярный аппарат, это проприоцепция, понимание того, где находится мое тело, части моего тела относительно меня самого и относительно, вот части тела относительно друг друга. Вот такое ощущение своих мышц, положение полностью своего тела, отдельных частей тела, это очень важно. У деток этот компонент страдает, школьники приходят, то же самое, я начинаю работать с ними, как будто я работаю с малышами. Та же самая стратегия идет, как с малышами. Единственное, что малышей, особенно у кого задержка речевого развития, да, или вообще не запустилась речь, у них часто бывает бунт, протест против всего, да, вот это три года еще нет, я сам не принимают что-то с младшими школьниками, здесь попроще. Чаще всего им нравится прикосновение, им нравится, что крутишь-вертишь, что-то делаешь с ними. Поэтому очень важно с малышами как можно больше вот самых простых таких вещей, массажек, каких-то игр, очень много стишков, мы чуть позже поговорим, где мы изучаем тело, помогаем ребенку познакомиться с своим телом. Вспомните, всегда спрашивают деда, как где у тебя глазки, а где у тебя носик, и кажется так это мило, и вроде бы так просто, но каждая мама своему ребенку обязательно задает такие вопросы, и это очень важно, у ребенка должна быть схема своего тела, понимание своего тела, это вот как раз тот такой нейропсихологический аспект, который для нас важен. Когда идет запуск речи, когда идет коррекция каких-то речевых нарушений, мы очень много работаем с телом, у этих деток часто есть нарушения тактильной чувствительности, либо слишком щекотно все, либо наоборот, что им не делаешь, они ничего не чувствуют. У меня были школьники, у которых, когда работаешь с приплечьями, очень много с приплечьями еще работаем, особенно для письма, работаешь с правой рукой, очень чувствительно, щекотно, ничего не сделаешь. Начинаешь работать левой рукой, никакой реакции, говорю, не щекотно? Нет. А что чувствуешь? Да, ничего, что-то там делать, опять дотрагиваешься до той руки, где было щекотно, ребенок остановится у него, что он уползает от тебя. То есть может быть вот такое неравномерное, да, тактильное восприятие. Очень много работаем с крупной моторикой. Опять-таки все эти кружки по развитию мелкой моторики, это хорошо, но если мы говорим о малышах 2-3 года, то нам нужна крупная моторика, нам нужна схема тела. Сначала надо фундамент построить, а потом уже украшать двери, не знаю, окна, крышу какими-то узорами. Это важно. Говорят, что наша речь, мышление, иконечки пальцев взаимосвязаны. Мы работаем много с пальчиками, но мы не ждем от этого, знаете, как, что ребенок от этих упражнений начнет хорошо писать. Это немножко не то. Это просто развитие ребенка. И, конечно, нам это тоже важно. Работаем с крупной моторикой, здесь любые есть трудности. Просишь ребенка пройти, ну, у нас есть такие пластмассовые, да, бордеры по бордюрам, он шатается, он не может пройти, перепрыгнуть, он не может перепрыгнуть. Ему трудно самому идти по ступенькам, подниматься, спускаться. Это очень много таких вот моментов есть самых простых. Бросить, поймать мяч. Да, и мы тут возвращаемся к нашей любимой стертой дезертрии. Стертой, говорю, это важно, потому что есть еще другие виды. Все-таки у наших деток чаще, к счастью, стертая дезертрия. Те формы, они намного сложнее. Самое элементарное, если у ребенка дезертрия, вот такая стерта каша во рту, когда говорит, посмотрите, как он ловит мяч, как он играет, дружит ли он со скакалкой. Обязательно увидите трудности. я не знаю, это может быть просто исключение из правил, если таких трудностей вы не увидите. Потому что, чтобы правильно произносить, у нас хорошо должна работать двигательная сфера. Оно все взаимосвязано. У всех этих деток есть обязательно трудности в развитии двигательной сферы. Не всегда мы просто обращаем внимание, кажется, что ребенку не нравится. Я часто говорю, не нравится вашему ребенку рисовать, писать, играть с мячом. Значит, есть причины. Ему не просто не нравится, ему тяжело, не получается. Мы на это обращаем очень много внимания. И вот нейропсихолог при запуске речи, при коррекции речевых нарушений, он работает именно очень много с моторикой. Формируем эту схему тела. Мы работаем с крупной моторикой, с пониманием своего тела. И, конечно, родители говорят, давайте читать, писать. А я говорю, подождите, дайте мячик покатаю по вашему ребенку. Дайте я его накрою чем-нибудь. Да, вот ребенок лежит на животе, ручки так вытянул вперед, я его накрываю, небольшую такую мату есть, или можно пуфик, или подушки, что у вас есть. Я говорю, мяу, я кошка, я тебя сейчас съем, ты сосиска. его задача спасти, спастись, как-то выползти, но он не должен подниматься вверх, он должен именно ползти вперед, как бы там руки и ноги должны работать. Вот они лазят, им это нравится, хорошо сделано задание, когда ребенок чуть ли не без штанов выползает, потому что я хорошо его придавливаю. Начинаем всегда с легкого, я легонечко ложусь, все с нами контролируем свою силу, нет задачи раздавить ребенка, и руки его свободны, и он выползает, выползает, вижу, у него хорошо получается. Я, значит, говорю, а давай-ка повыше мы, накроем тебя, да, опусти ручки вдоль туловища, а попробуйте ручки свои вытянуть, да, я уже сильнее давлю, вот регулирую это. Мне нравится это, мне кажется, мне больше нравится, что я говорю, мяу, они хохочут и еще просят, но нам это хорошо, нам это хорошо для понимания своего тела, для вот формирования схемы, тела, чувства своего тела, поэтому мы играем, неважно, нет дома, маты, берем подушки, иногда вот у нас было утяжеленное одеяло, я могла так закрутить ребенка, и он должен был выползти, там даже я сверху не ложилась, вот, но мы всегда используем те материалы, которые есть у нас дома. Естественно, некоторые дети всегда проверяют, а вы сами можете, я тоже выползаю, надо показать, что не только предъявляю какие-то, требовали, да, до 2 года, что ты сам умеешь это делать, это важно, поэтому, видите, как много компонентов, нам необходимо для того, чтобы развивалась речь, очень важная среда, опять-таки, говорим, чем больше, тем лучше, вы знаете, ну, вот если в своей практике, например, у меня всегда книг много было, ребенку нравилось, когда читала, и вот в 3 года ребенок увидел книжку Руслана Людмилы, вы скажете, не по возрасту, абсолютно согласна с вами, вообще не по возрасту, вот, но у ребенка даже был любимый отрывок в этой книжке, вот я сидела, читала, все говорили, что ты делаешь, потом интерес попал к этой книжке, она лежала, пылилась, спустя 3 года, ребенок подошел, взял эту книгу, начал читать, вот, и спрашивает, а что это слово значит, а что это слово значит, а что это значит, ну, естественно, в 3 года я не рассчитывала, что ребенок может знать такие слова, да, вот, естественно, это смешно, потому что ребенок слушал с удовольствием, не понимая, что написано, но для нас очень, что может быть важно, звучание, детям могут нравиться сочетание звуков, да, и я прекрасно понимала, что ему ребенку просто нравится, ритм, который есть, вот, в конкретной этой, да, истории, звучание, сочетание звуков, этот компонент привлекал, сейчас никто не читает, у нас Руслана Людмила уже почти 8 лет ребенку, как бы, интереса ее нет, а тогда я понимала, что есть просто интерес к звукам, если вы обратите внимание на детские стишки, какие они самые популярные, Агния Борто, там, Чайковский, и так далее, они очень ритмичные, если их послушать, в принципе, смысла, не так много, да, с одного огня Борто, они маленькие, содержания не так много, но не такое глубокое, но вот этот ритм, который есть, он очень важен, очень важно для развития речи, много ритма, об этом говорили, естественно, мы выбираем такие стихи, и если даже вам кажется, что какая-то история, какое-то стихотворение, не по возрасту, ну, и пусть не по возрасту, ребенок потом забудет и не посмотрит на эту книжку, на этот рассказ, не знаю, на эти стихотворения, да, дети все-таки больше любят стихотворения, но тем не менее, вот этот ритм они получат, точно так же, мы еще ритм берем из песен, колыбельная, кажется, там ритма нет, он есть, полька, марш, вот такие все песни, там есть ритм, народные песни, возьмите, поищите, народные песни вот разных стран, они очень такие зажигательные, они очень ритмичные, очень интересные, на свадьбах часто включают, да, какие-то такие даже народные песни, потому что все пляшут под них, а вообще ритмичная музыка нас очень расслабляет, даже люди, когда устают, они часто включают вот что-то из категории попсы, да, даже кто не любит, ну, потому что вот отдохнуть можно, ритм есть определенный, ну, конечно, во всем есть своя мера, и в музыке тоже, что еще мы можем делать, если мы говорим о малышах, много кружков есть разных, дома, начинаем с простого, загадки, помните, вот это, а и б сидели на трубе, вот если вы помните в детстве этот момент, когда надо было понять, что же там осталось, как это тяжело, не хочется ударить в грязь лицом, перед, не знаю, там, может быть, своим другом, он к нам 5-6 лет, да, или теперь взрослым, хочется справиться, но ты не понимаешь, как это сделать, это так сложно, загадки требуют большой работы ума, большой работы мышления, отбивается логика, надо сопоставить, память хорошо работает, речь, сообразительность, нельзя переоценить роль загадок, и это очень хорошо, я часто прошу младших школьников, чтобы тоже дома родители позанимались, но это же загадки, многим кажется, почему я тебе занимался, вот, ведь есть очень много загадок для взрослых, если вам кто-то загадывает, точно так же, как в детстве, не хочется показать, что ты не знаешь, а хочется найти ответ, и справиться с этим, и вспомните, вот это ощущение, действительно, очень много думаем, очень много анализируем, большая работа идет, очень много у нас есть разных потешек, без тушек разных, они тоже очень полезны, первые мы используем, когда ребенок все маленький, да, и хорошо мы можем также помогать ребенку сформировать схему тела, да, там мы ножки трогаем, мы ручки трогаем, и ритмы есть в этих стежках, для нас это очень важно, все-таки очень много полезного, вот есть в фольклоре, я об этом не первый раз говорю, и очень важно просто брать это, использовать, совсем другой уровень, это когда у нас уже, мы используем потешки, да, они предусматривают ответную реакцию от ребенка, и здесь, опять-таки, может быть очень весело, очень интересно, мы развиваем, и трогай ладошки, да, мы развиваем чувствительность, это массаж прекрасный, но не переусердствуйте, некоторые родители так активно начинают делать массаж рук и стоп, что у ребенка просто стресс возникает, здесь мы не берем количеством, мы берем качеством, пусть чуть-чуть, но вы поиграли, один день, другой день хорошо, сделали массажик, и ребенок хорошо, ручки чувствуют, ножки чувствуют, весело, вот есть еще один вариант, мне тоже нравится, может быть, вы помните эту игру, я в детстве, честно говоря, не любила, теперь я понимаю, насколько она была полезна, ее называют часто еще лечебной игрой, да, когда со мной доходило дело до подмышек, это было ужасно, они все любят щекотку, да, у кого есть нарушение пактильной чувствительности, они особо не любят, но тем не менее, это прям вот эти точки легочного меридиана, это очень полезно, и это вот раньше была такая профилактика простудных каких-то заболеваний, я думаю, в наше время это тоже очень-очень актуально, да, поэтому можно играть с детками, там всего несколько точек, вот, но они очень-очень полезны, и многие дети любят играть в эту игру, может быть, вы тоже вспомните, может быть, детство играли в нее, хорошая очень игра, полезная, альчиковые игры, но, конечно, это детки уже постарше, да, которые могут сами какие-то делать движения своими ручками, это очень хорошо, опять-таки, это ритмичные стежки, это полезно, в то же время, ребенок соединяет движение, как бы, своего тела с речевым таким движением, для нас это очень важно, это очень полезно, работая со старшими дошкольным возрастом, работая с младшими школьниками, я очень часто нагружаю, вы же такие задания не даю, но нагружая любые двигательные задания, где надо двигаться, я еще нагружаю речевой программой, вот, развивается сообразительность, это удержание нескольких программ сразу, это очень полезно, это очень хорошо, поэтому играйте, книжек очень много таких интересных, и детям это очень нравится, опять-таки, везде ритм, берем везде стежки ретничные, везде набираем этого ритма, здесь мало не бывает, когда мы говорили, вот у нас эта табличка уже была, немножко я дополнила, когда мы говорили о видах речи, то я говорила, что будем больше всего не говорить о бустной речи, и конечно здесь может быть у нас диалог, вот сегодня у меня монолог, иногда вы пишите, я с удовольствием читаю, отвечаю, вот, в принципе монолог, да, я разговариваю, и здесь очень важно, чтобы человек мог формулировать мысли, да, уже в дошкольном возрасте ребенок учится связанно выражать свои мысли, многим это сложно, чем позже ребенок начал говорить, тем больше он находится в группе риска, да, вот по таким, трудностям как дисграфия, дислексия, то есть он находится в группе риска, да, и могут возникнуть такие проблемы, опять-таки мы говорили, что это очень связано развитие речи с мышлением, естественно, не только на речь мы опираемся, когда мыслим, но тем не менее, это все-таки ключевое для нас, это важно, с чего мы начинаем, естественно, чем больше вы говорите, рассказываете, болтаете с детьми, тем лучше, да, словарный запас активный, я тоже часто говорю, что вот когда гуляете на улице, описывайте все, вот все, что видите, мы можем смотреть с вами на красивую картинку, купить красивую книжку, дети любят яркие картинки, описывать, вначале это так сложно, и тут, знаете, не важно, дошкольник это или младший школьник, потому что если ко мне пришел младший школьник, то у него есть трудности, да, с речевой деятельностью, не тяжело описывать то, что они видят, они описывают ни одним предложением, ни предложением, каким-то словом, двумя, а я хочу все-таки от них хотя бы предложение, но вначале мы просто описываем, все, что мы видим, мяч какой, большой, красный, мы смотрим на этот мяч, на картинке, мы его описываем, кто больше скажет слов, почему-то еще, для чего это еще хорошо, мы же наделяем образом предмет, да, вот когда обсуждаем разными образами, с разных сторон, а если мы его потрогаем, а мы на него смотрим, а мороженое мы его попробуем, это очень важно для формирования образа слов в дальнейшем, это очень важно, вот мы описываем, мы гуляем на улице, мы увидели мох, мы его потрогали, мы потрогали мох на дереве, потрогали его на земле, а там вот на стене было, у одного здания, он такой разный, и вроде бы мы трогали, мы развивали, да, тактильную там чувствительность, но мы и анализировали, сравнивали, а там был покороче, а здесь посмотри по длине, какие ощущения, там семена появились, но мы и говорим при этом, мы выражаем свои мысли, мы это обсуждаем, мы это описываем, какие облака сегодня, а как ты чувствуешь себя, многим очень тяжело понять и свои ощущения детям, и вот такие детки, у которых есть задержка речевого развития, они часто не понимают, что у них происходит внутри, они не могут обозначить это, учимся понимать, что происходит внутри, выражать это, свои эмоции, это тоже очень важно, мы не ограничиваемся, все-таки мы общаемся не только при помощи слов, и жестами, и интонацией, и взгляд может быть разным, да, то есть у нас очень много всего есть, но так как мы говорим сегодня именно про словесную речь, то мы говорим о том, что мы подключаем все для того, чтобы ее развивать, да, это очень важно, правый висок очень чувствительен, интонация, поэтому это мы тоже используем, какое-то упражнение не нравится ребенку, преподнесите его, вам это так интересно, невероятно, я для того, чтобы это сделать, еще такие задания, которые мне бы тоже нравились, тогда мой интерес, ну, как бы он искренний, он явно виден, и дети это чувствуют, а дать им то, что тебе не нравится, и сказать, ох, как интересно, они это считают, и не поверят, да, поэтому мы берем то, что нам интересно, описываем, постепенно я жду больше, да, мы составляем рассказы, опять-таки мы можем играть с ничем, бросать друг к другу, составлять истории, мы можем описывать, брать сюжетные картинки, вот здесь не бывает мало сюжетных картинок, с ними очень можно много работать, в начальном этапе вопросы задавать, ребенку будет отвечать, потом просить, чтобы он сам составлял, да, что он видит, у нас, вот здесь мне часто такая история, ребенок свою версию рассказывает, у меня своя версия, я говорю, что сколько людей они посмотрят, у каждого будет своя, вот интересно, какая у тебя будет сейчас версия, по одному набору сюжетных картинок можем 3-4 истории составить, да, и при этом, такой немножко соревновательный мотив, и постепенно дети начинают больше прислушиваться к фразам, к оборотам, которые я делаю, я потом их слышу у детей, то есть все-таки они перенимают вот эту стратегию, особенность, мы даем им разные варианты, еще люблю такую игру, задаем вопросы, например, у нас есть кресло, динозавр, два слова, которые кажутся не связаны друг с другом, мы должны задавать вопросы, тут следим, надо удержать программу, не сообщения даем, вопросы задаем, ну, конечно, это не 2-3 годика, это ребятки постарше уже, как можно больше вопросов придумать, динозавр сидел на кресле, на кресле нарисованы динозавры, динозавр раздавил кресло, и вы знаете, как интересно, даже взрослый человек, в какой-то момент, вот возникают у него ограничения, а ребенок может такую версию неожиданную дать, да, или наоборот, ну, это, конечно, не сразу получается, но наоборот, чаще наоборот бывает, когда ребенок вначале сочинил 2-3 варианта, и дальше не может, а ты ему предлагаешь с разных сторон, совершенно там, там вот на кресле нарисованы динозавры, там динозавр проглотил кресло, то есть какие-то такие повороты неожиданные для него, детям нравится, они смеются, они предлагают другие слова, или могу я одно слово предложить, другой ребенок, и вот компонуем, да, это же составление предложения, ну, по программе у нас есть, мы вопрос задаем, теряю часто программу, за этим следить надо, то есть это пересказ, вот рассказ с элементами творчества, даже с сюжетными картинками можем здесь фантазировать, а давай придумаем, вот пересказали, да, эту историю, давай наоборот, составим, все, что сейчас рассказал, только расскажем с точностью, да, наоборот, или задом наперед рассказываем, то есть всегда придумываем какие-то задания, можно просто играть в журналистах, ты прилетел вчера с Юпитера, да, я журналист, хочу взять у тебя интервью, я задаю вопросы, ребенок отвечает, поверьте, это очень сложно, взрослым бывает сложно, или наоборот, ребенок журналиста, он задает мне вопрос, я была в каком-то племени африканском, вернулась живая, хотя мне там съесть хотели, ну, то есть такая фабула у нас, и ребенок должен задавать вопросы, еще сложнее, самое главное, чтобы он учился выражать мысли, да, чем лучше мы понимаем себя, свое тело, свои эмоции, тем нам бывает легче, поэтому я сказала, что это мы тоже уделяем внимание, ну и конечно, еще один важный этап, пересказ, для того, что пересказывать, надо со стой, построить программу, для этого вначале надо научиться формулировать мысли, простыми предложениями, несколькими, а потом пересказывать, и здесь, конечно, много и стратегий, мы можем использовать пиктограммы, да, но всегда этот текст делим на части, сначала вопросы задаем, ребенок отвечает, потом сам пробует пересказать, дошкольниками, мы часто делаем это с опорой на картинки, то есть есть история, есть картинки сюжетные, я зачитываю рассказ, ребенок смотрит на эти картинки, а потом сам по вопросам, я сдаю вопрос, он отвечает, и после этого сам уже пересказывает, как он понял, опять-таки, всегда отмечаем, что мы учимся, тренируемся, если что-то сразу не получает, ничего страшного, мы же тренируемся, я всегда говорю, у нас тренировка, у нас не экзамен, у нас не олимпиада, мы тренируемся, и некоторые очень болезненно реагируют, когда их поправляешь, особенно болезненно реагируют детки, у которых есть агроматизм в речи, которые неправильно составляют предложение, ну, конечно, грубый вариант, она пошел, да, но это грубый такой пример, но тем не менее, как бы, прослеживается неправильное окончание, в падежах, неправильное местоимение употребляется, обязательно на это обратить внимание, если серия, да, напишите, звук у всех хороший, поставьте плюсик, если слышно, у меня вроде бы ничего не менялось, да, хорошее, здесь обращаем внимание, при коррекции, это просто очень длительная работа, опять-таки у этих деток часто бывают трудности, и, спасибо большое, что откликнулись, значит, часто у этих деток, у которых есть агроматизм, у них страдает и двигательная сфера, у меня в практике не было деток, у которых были бы агроматизмы, но при этом они хорошо играли с ничем, прыгали, наполняли какие-то другие задания, там легко, касающиеся двигательной сферы, часто вот оно вместе идет, и правда, здесь вот иногда родители огорчаются, сколько мы должны работать с логопедом, там год-два, все зависит от того, какая степень вот этих агроматизмов, какое их количество, вот это чувствование, да, своего языка, оно не у всех деток есть, вот эти детки есть, у которых прям большое количество агроматизма, тяжело строить предложение, у них хорошая критичность, они это замечают, они очень страдают, у них самооценка падает, они часто, вот любые вот эти задания, да, где мы что-то составляем, придумываем, они могут отказываться делать, поэтому очень мягко, аккуратно включаешь их, объясняешь, тренируемся постепенно, они начинают повторять за тобой, удерживать правильные, грамматические, вот эту грамматику, чтобы правильно было построено предложение, у них часто идут откаты, поэтому здесь вопрос не специалисты, часто которые работают, а в том, что это тяжело дается ребенку, вот иногда у этих деток, прям вот идет, идет, идет хорошо, а потом раз, откат, естественно, специалисты огорчают, родители огорчаются, еще больше ребенок огорчается, чем все остальные, потому что дети это болезненно воспринимают, особенно уже в 6-7 лет, очень тяжело это дается, вот, но тем не менее, уделяем этому внимание, нельзя это оставлять, да, это при любом диктанте, изложении, сочинении, эти ошибки будут, надо это убирать, и надо этому уделять особое внимание, очень много книжечек есть, где вот, для речевого развития, где прям можно построить предложение, составлять, где вот корректируются, вот эти грамматические трудности, уделяем этому внимание, обязательно уделяем. Напишите, пожалуйста, если у кого-то какие-то вопросы, вот, чтобы я могла ответить, что еще нам важно, если мы говорим о развитии речи, очень важно, какая среда, мы говорили об этом, какие книги, если даже ребенку не нравится, вот есть детки, им, конечно, мало таких, которым не нравится слушать, даже когда им читают, ищем то, что им все-таки понравится, и специфику какую-то находим, что может быть интересно, добавляем это, можно включить аудиосказки иногда, детям больше это нравится, да, чем просто когда родители читают, хотя мне кажется, нельзя здесь заменить мамин голос, просто аудиосказкой, тоже детки постарше, а чем младше детки, тем больше вот этого тепла, потому что аудиосказка не дает это тепло, а маленькому ребенку важно, что мама сидит рядом, слышит бьение сердца, это же ритм, это тот ритм, который ребенок получал еще даже до того, как он родился, будучи в утрубил маму, это тот ритм, который его успокаивает и создает ему ощущение безопасности, вот такой базовой безопасности, это важно, никакая аудиосказка это не заменит, не сможет сделать. Еще мы говорим о пословицах, поговорках, это важно. Сколько работы с младшими школьниками, очень многих, это вызывает огромные трудности, даже самые-самые простые, какие-то пословицы, они вызывают затруднения, а ведь это тоже работа, большая мышление, просто здесь у нас подключается самый сложный высокий уровень, наша зона ТПО подключается, такой ассоциативный уровень, это очень важно. У ребят, у которых есть трудности во владении математическими навыками, пословица-поговорки, у них часто вызывает очень большую затруднение. Это же квазипространство, это то, чего нет перед нами, не потрогать, не пощупать, поэтому уделяем этому внимание большое. Работаем, даем детям задания, не даем включать, если самим сложно что-то сделать. Не все родители могут, то же самое, как не все могут быть врачами, не все могут быть парикмахерами, не все могут быть архитекторами, не все могут заниматься с детьми. У нас у каждого есть свои сильные стороны, и если вдруг вы чувствуете, что сложно, не знаете, как это организовать, если ребенку действительно нужна помощь, кому-то просто чуть-чуть, просто это как развивающие мы добавляем, а у кого-то у нас это уже идет как коррекция, то тут, конечно, лучше всегда обратиться к специалисту, чтобы это была грамотно простроенная программа, и всегда ждем результат не только от того, что дает специалист, но и наблюдаем за тем, как берем ребенок. Кто-то берет очень быстро, легко идет, и радуешься до этого, но понимаешь, что это не твоя заслуга от особенности ребенка, он схватывает так, а с кем-то ты работаешь, и кажется, что вкладываешь раз 100 больше, а результат так быстро не идет, поэтому очень многое зависит от того, как берет ребенок. Даем столько ребенку, сколько ему необходимо, необходимо ему грамм дать, даем грамм, необходимо 10 килограмм, значит, уделен 10 килограмм времени, внимания и всего остального. Главное, чтобы у нас был результат. Если мы работаем, видим, что динамика есть, для нас это очень важно. Если работать и динамики никакой вообще не будет, вопрос тогда в том, может быть, специалист не подошел, не может один специалист всем подойти, но такого не бывает, и я тоже это объективно понимаю, и в жизни моей тоже были такие ситуации, но как-то так выходило, что как-то мы расходились дорогами, складывались так ситуации, что мы не могли почему-то встретиться и все. Ну, то есть продолжить занятия, или переезжали ребята, или я куда-то переезжала, то есть это очень сложно, когда видишь, что нет контакта с ребенком, когда нет динамики. Здесь не надо бояться ни одной из сторон, надо просто искать своего специалиста, с которым вам комфортно, вы понимаете, объяснение, разъяснение специалиста, ребенку комфортно, но мы не берем те случаи, когда ребенок просто капризничает, ничего не хочет делать, да, все-таки, если надо работать, то надо, а если беремся за нейрокоррекцию, то это работа, это не просто развивашки, да, то же самое работа с логопедом, может быть, это выглядит весело, легко, на самом деле, это непростая профессия, профессия, которая требует очень большой отдачи, очень большой подготовки к занятиям, поэтому здесь это прям работа, но смотрим, чтобы все равно было ребенку комфортно, потому что если ребенку некомфортно, динамика будет очень слабой. Вижу, что вопросов нет, да, тогда я вас отпускаю, правильно я понимаю? Надеюсь, что вебинар был полезен, вы смогли найти ответы на свои вопросы, опять-таки, как нейропсихолог скажу, что когда мы работаем с речью, мы не работаем только чисто с речью, мы работаем с телом ребенка, для нас это очень важно, потому что чем лучше ребенок понимает свое тело, чем лучше управляет своим телом, тем легче ему и говорить. Опять-таки, не изучаем никаких новомодных веяний, хотя много есть полезной информации, обращаемся к нашим ученым, к советским, которые очень много об этом писали, и эта информация новая, просто мы не всегда об этом знаем, каждый больше разбирается в своей профессии, а для младших школьников будет вебинар по речи, у меня не было запланировано такого вебинара, будет еще в пятницу вебинар по базовым трудностям в обучении, мы там будем говорить и про сенсорную интеграцию, потому что это тоже все влияет, поэтому подключайтесь, в пятницу тоже в 12 часов. Спасибо вам большое, спасибо, что подключились, пообщались, задавали вопросы, я надеюсь, что вебинар был вам полезен, всего доброго, хорошего дня, удачи, и пусть все будет замечательно у вас, у ваших деток. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok